Указ об образовании Курганской области в составе РСФСР был издан Президиуму Верховного Совета СССР 6 февраля 1943 года. В состав нового региона вошли 32 сельскохозяйственных района в восточной части Челябинской области и 4 района Омской области. Его население на тот момент составило 975 тысяч человек. В торжественном собрании, посвященном 74-й годовщине образования Курганской области, приняли участие руководители региона, представители территориальных управлений федеральных органов исполнительной власти, делегация муниципалитетов, представители общественности и ветераны. С приветственным словом к ним обратился губернатор Курганской области Алексей Кокорин. Дорогие земляки, уважаемые гости, я искренне рад приветствовать и поздравить вас и всех жителей за Уралия 74-й годовщиной образования нашей любимой Курганской области. Глава за Уралия отметил, что к очередному дню рождения регион подошел с хорошими показателями. Этот год мы подошли с хорошими социально-экономическими показателями, благодаря сваженному, сплочетному, конструктивному, хорошему труду, оптимистически настроенной большей части населения Курганской области. И убежден, что к 75-й годовщине, уже к юбилейной дате, мы подойдем с более оптимистичными результатами. И, конечно, благодарю всех жителей Курганской области, всех тех, кто стоял в истоках создания, официального создания нашей любимой области, нашего любимого за Уралия, всех тружеников и села, и социальной сферы, промышленных предприятий, малых, средних предприятий, за тот огромный вклад, который они вносят в развитие нашей любимой Курганской области. Всем огромное спасибо, с праздником, мира, добра, благополучия и, конечно же, процветания нашей любимой области, нашему родному за Уралью. Именинника приехала поздравить член Совета Федерации от Курганской области Елена Перминова. Она отметила, что регион, возникший в лихие военные годы, всегда славился своими жителями, которые доказали, что могут трудиться на благо своей страны, своего края. И сейчас я полагаю, что мы все должны трудиться над улучшением нашего экономического потенциала в области, на улучшение благосостояния наших граждан. А я всех курганцев хотела бы поздравить этим замечательным днем, пожелать им счастья, здоровья, мира, благополучия, чтобы любили и уважали себя и нашу область. Депутат Государственной думы от Курганской области Василий Шишкоядов убежден, что за последние годы регион получил динамичное развитие. Было построено много промышленных предприятий, развивался аграрный сектор экономики. И сегодня, когда экономика страны находится в тяжелом кризисном состоянии, область продолжает динамично развиваться. Растут предприятия, приумножаются хлебные нивы, обустраивается социальная сфера. Главный федеральный инспектор по Курганской области Александр Кистанов зачитал поздравительный адрес полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Игоря Халманских. Уважаемый Алексей Геннадьевич, поздравляю вас и всех жителей 74-х летнего образования в Урганской области. Этот регион имеет богатую историю и замечательные традиции. Огромный потенциал для дальнейшего социально-экономического и общественно-политического развития, реализации стратегических проектов. От имени Курганской областной думы жителей региона поздравил спикер Зауральского парламента Дмитрий Фролов. 6 февраля – это знаменательная дата для тех, кто вложил свои знания, свой талант, свой труд в развитие Зауралия. Для тех, кто живет и воспитывает своих детей в Курганской области. Заместитель председателя регионального парламента Евгений Кофеев отметил, что хоть и родился в другом регионе, Заураль стал для него родным. Это наша родина и, наверное, отсюда наша любовь ко всей стране. Поэтому я очень люблю Курганскую область. Она дала мне образование, она дала работу, она дала мне счастье семейное. Поэтому с праздником, чтобы процветала наша Курганская область. Торжественное мероприятие посетил председатель Курганского землячества в Москве Леонид Осетров. Землячество объединяет земляков. Это больше тысячи человек, проживающих в Москве. Это люди совершенно, как говорится, разных категорий и социальных, и возрастных. И, в общем-то, все эти люди активно живут жизнью области. Мы внимательно следим за развитием области. Мы взаимодействуем с представительством области в Москве. В общем-то, мы совершенно в курсе всех событий развития, которые происходят в Кургане и в регионе. Празднование дня рождения не обошлось без подарков. Несколько зауральцев были удостоены государственных наград. Кроме того, по устоявшейся традиции были названы имена тех, кому присвоено высшее звание Курганской области, почетный гражданин Курганской области. Ими стали профессор Курганского государственного университета, известный фольклорист, исследователь-собиратель народного творчества Валентина Павловна Федорова и советник-председатель управления Россельхозбанка Олег Алексеевич Богомолов. Ведущие отметили, что на протяжении более 17 лет Олег Алексеевич возглавлял Курганскую область. Считается, что за это время он многое сделал для развития экономики и социальной сферы Зауралья. Своей настойчивой и целенаправленной деятельностью способствовал повышению известности и авторитета Курганской области. Юлия Пастухова, Николай Волков, Александр Менщиков, Александр Карпов. Информационное агентство Курганру.